Зимой люди без определенного места жительства ютятся в подвалах и коллекторах. Пытаясь согреться, бездомные начинают разжигать костры и распивать алкоголь. Наряды полиции и МЧС выезжают на такие вызовы почти ежедневно. Там они вследствие нахождения распивают спиртные напитки, злоупотребляют ими, пользуются открытыми источниками огня, курят в нетрезвом состоянии, и что приводит к печальным последствиям. Только за октябрь и ноябрь в тепловых коллекторах люди, не имея определенного жительства, два человека получили травмы, один человек погиб. Где же живут в Читинске и Бомжи? Это коллектор в парке Победа. Во время проверки теплоузла внутри ютились Татьяна и Владимир. Друг друга, говорят, не знают, но отсутствие жилья заставило стать соседями. Татьяна, вот почему вы живете в коллекторе? Как так получилось, что вы в таком положении? Ну, я не знаю, как это получилось. Получилось, получилось, я с дома ушла, все. Почему не пробовали пойти в социальный приют? Есть же такой в городе. Я была один раз. Почему вы там не остались? Ну, я осталась, не могу. Расскажите о тех причинах, которые вот поспособствуют. Ну, тянет уже к такой жизни просто. Владимир Семенович, вот вы давно уже такой жизнью занимаетесь? Ну, наверное, года три уже. Причину можно узнать, почему вот вы докатили? Пьянка, пьянка, алкоголь. Так жена у меня здесь, все дети взрослые здесь. Здесь все, как бы, ну, разошелся с ней. Пил, пить начал, разошелся, все, и понесло меня. Чем вас привлекает такая жизнь, скажите? Ну, не знаю, алкоголь, все это губит. Я сразу говорю, я даже не отрицаю, то, что я алкаж, запит, все. Нужно узнать, сколько вам лет сейчас? 55. Разговоров про социальный приют бездомные стараются избегать. Утверждают, вольное существование, пусть и такое грязное, дороже, чем жизнь под надзором. Следующее место обитания бездомных уже каштаг. Рядом с воинской частью тоже в коллекторе поселилась пара. Андрей и Вера живут здесь уже больше года. Пока сожительница трудится на работе, мужчина следит за домом. Ну, а как так получилось, что вы вот оказались в коллекторе? То есть не имея ни комнаты, ни дома, ни квартиры? Да как? Жена квартиры, ее, короче, обманули, пока я отбывал наказание. Ее обманули здесь, товарищи. Купили какой-то домик, трехкомнатная была квартира. Вот в пятом дозе. Ее обманули, короче, ну, и купили какой-то сарай в лесном городке. Все и... А там жить никак нельзя? Ну, я не хочу. А не хотели как-то вот изменить свою жизнь, попробовать допустим? Здоровья не хватает. А вы знаете то, что у нас в Чите существуют такие социальные приюты для бездомных людей? Знаю, но не хочу. А почему? А потому что воля дороже. Ну, эти места уже мы не первый год проверяем, да, лица постоянно новые. То есть сейчас на своем примере убедились, да, то есть... Им было предложено обращаться в социальные учреждения, в социальный приют, есть такой на Турда 15. То есть людей там ничего не держит. Кто-то идет в приют, кто-то себе находит также другое место. Поэтому эти люки, ТГК-14 принимает меры, да, чтобы доступ в них был ограничен, то есть заваривает их. Подвалы закрывают, канализационные люки заваривают, но бездомные рано или поздно возвращаются обратно. Ведь зима совсем близко, а пережить предстоящие морозы на берегу реки или на стройке – верная смерть. Вот и ищут себе теплые места, чтобы перезимовать очередной год. Год такой свободной и вольной жизни. Гуля Алхасова, Виктор Соловьев, Ирина Петрова, ЗАП-ТВ.